Музыка Здравствуйте мои дорогие подписчики и гости моего канала. Я вот решила немножко прогуляться и зашла в магазин Дино, купила себе сыр завтра к чаю, попить, что было на бутербродике. Ну и так просто проветриться. Днем было очень жарко, сейчас уже так прохладненько, хорошо. И заодно ответить на некоторые комментарии. Могу ли я без агенции, вернее с агенции или без агенции поступить в полициональную школу? Ну дело в том, что я вообще как бы от агенции не завишу, кроме того, что на работе. И все, они мне выплачивают зарплату, все остальные действия мои, это сугубо мои действия. И что я и хочу, ну как бы куда хочу, туда и поступаю. По поводу помощников-стоматологов. Вчера студировала YouTube и смотрела тех девочек, которые учились на этого помощника. Многим нравится, но это если, наверное, ихние. Я более творческий человек и мне ближе флористика. При том, что я не очень, наверное, хотела бы работать в стоматологии. Там кровь, там это не мое немножечко медицина. Хотя я всегда хотела, чтобы кто-то из детей у меня был по профессии стоматолог. Ну это по сугубо личным таким вот желаниям. Что еще? Что касается ухода за взрослыми, да, пожилыми людьми и детками, то я когда-то работала воспитателем в Москве, когда проживала. Мне эта работа нравится, ну учтите, у меня шестеро своих детей. Ну пускай уже старшая дочка, пятеро. И мне этого детского сада и дома хватает. А еще на работе, ну это мне кажется, уже будет перебор. Вот, а что касается взрослых людей, то это точно не мое. Я не смогу, наверное, ухаживать за пожилыми людьми. У меня есть тетя, моя родная. Вот это ее работа, вот это для нее. Она всегда, она никуда больше идти не хочет, как смотреть за пожилыми людьми. Вот, а мне нет, я бы не хотела долгое время работать. Вот, я понимаю, что это хорошее, благое дело, ухаживать за пожилыми людьми. Но это немножечко не то, чем я хотела бы заниматься в Польше. То есть, да, может, если бы я была здесь на заработках, я бы, может, эту категорию работы выбрала бы. Но если я хочу здесь на ПМЖ, то как бы хочется что-то, наверное, уже даже и свое открыть. И я к этому давно иду. И у меня такие вот планы в будущем, что я не смогла реализовать в Украине. Я хотела бы реализовать здесь. Вот, а там будет видно. Ну, и мне кажется, флористика, она более для меня по душе. Я просто смотрю, что мне ближе к сердцу, к душе, это флористика. А что сегодня у нас было на работе? Когда я пришла утром, полтора часа я просидела за верлаком. Дальше доделывала свою работу. А потом меня позвали в тапиццерию. Это мастерская по обивке мебели. И мне попросили, большое было количество подушек, которых нужно было одеть подушки в наволочки. Ну, такие вот обивочные. Их было там около 50 штук. Я их все сделала, правильно рассосовала. А потом меня поставили обивать. Там такой корпус есть, доска с тканью. Показали, как это все делать. Я первый раз сработала с пневмопистолетом. Это не обычный степлер, да, строительный. А пневма через вакуум. Вот этот воздух. Опасная штука, надо беречь пальцы. А так, в принципе, интересно. Завтра будем продолжать. Еще осталось два дня, четверг-пятница. И мы уже заканчиваем. Мы уходим в отпуск. Ну, а там будет видно, если не будет никакой работы. Честно, я даже напрягаться не буду. Я передохну. Я подсчитала. Мне этой зарплаты должно хватить в этом месяце. Вот, там еще Кася, хозяйка нам обещала какую-то работу подкинуть. Подкинет, будет здорово. Нет, значит, будем отдыхать. Я поеду все-таки в Торунь, потому что должна быть уже завтра зарплата. Я поеду в Торунь. Это 100%. Надо будет сходить в магазин, что-то себе прикупить. Потому что у меня уже нет ни обуви, ни одежды. Я уже, честно, вот все затаскала до... За этот месяц. Я не думала, что так быстро снашиваются вещи. Вот. И все. Ну, в принципе, все хорошо. Все замечательно. Настроение хорошее. Отдохнем и потом смело приступим опять к своей работе. На этой неделе очень много работы, потому что надо будет и подать документы в полицейскую школу, и все там проштудировать, посмотреть, как оно, до чего оно. Может даже подыскать себе новое жилье. Вот. А там будет видно, что к чему. Ну, пока, конечно, не хотелось бы много тратить на проживание, так как эти мужчины, они съезжают, наверное, недельки через полторы-две. Вот. А я все-таки плачу за проживание 100 злотых. Ну, мне не хотелось бы увеличивать свои расходы. Я лучше эти денежки отправлю домой деткам. Притом еще надо будет к сентябрю месяцу их одевать, обувать и все покупать, и передавать посылочку. Вот. А мне, конечно, чем быстрее оформлять документы в полицейскую школу, тем быстрее надо будет подавать на карту побыта и продлевать свое пребывание здесь. А может, они еще скажут, что дадут мне какое-то там... Дадут мне какое-то там дозволение или что разрешение на учебу, и я поеду домой и сделаю визу на основании этого документа. Но если я поеду до сентября месяца, ну, то есть, когда положено мне по биометрии заканчивается, то, конечно, я пока еще детей забирать не буду, потому что мне надо самой подучиться и польский язык, и все подыскать, и как бы освоиться. Потому что если вдруг скажут, что пока этого невозможно сделать, а надо будет визу учебную открывать, то возможно, что я даже поменяю работу. Ну, хотя не хотелось бы. Я думаю, что они будут меня ждать, если ничего не поменяется. Так что... Ну, такие вот у нас дела. Ничего, все хорошо, все замечательно. Приходишь с работы, конечно, заваливаешься спать на каких-то пару часов, отдыхаешь, потому что такая жара невыносимая просто. Вот, а вечером уже прохладненько, можно прогуляться. Вот, так что пишите комментарии, я жду вас там. Спасибо большое. Не забывайте подписываться и ставить лайки. Все, всех люблю. Целую, до новых встреч. Ваша 5D-мама. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok